Добрый вечер, дамы и господа. Поговорим сегодня о фильме «Хардкор», который скоро выйдет на экраны. Некоторые блогеры уже посмотрели его, я в том числе. Вот, ну, начнём, наверное, сразу с шутки по поводу... Я не знаю, это спойлер. Если вы боитесь спойлера, то заткните уши. В общем, главный злодей приказывает, то есть программирует киборга, главного героя, так, чтобы тот его убил. Мне сразу вспомнились пять бутылок водки и эпифанцы, естественно, которые так же хотят, чтобы его убил. Я уже не помню, кстати, кто его там должен был убить, вы лучше знаете. Ну, в общем, кто-то там из главных героев давно этот фильм смотрел, честно говоря. Но помню такую нелепую, как бы, просьбу, да, эпифанцию, героя-эпифанцию. Вот. Ну, как бы, сюжет... Ну, вот это вот единственная такая странность, может быть, в сюжете. Все остальное, набор клише, банальностей. Ну, да, фильм снят от первого лица, что тоже, в общем, не новинка, естественно. Но этот я, опять же, не буду оригинален, когда я говорю об этом. Мне вспомнился фильм старый короткометражный, 15-15-минутный фильм Андрея Сильвестрова, который назывался «Дум». Он снят был, конечно, давным-давно, в 90-е годы. И с высокобюджетным фильмом «Дум» по игре ничего общего не имеет. То есть он имеет отсыл к той старой игре «Дум». Вот. Рефлексия на шутеры от первого лица тогдашней совсем дрёни. Вот. Ну, собственно говоря... Ну и, конечно, там продиджи и вся хрень. То есть это вы все знаете прекрасно. Недавно я посмотрел фильм «Пандемия», который, несмотря на то, что он низкобюджетный, что там много всяких ляпов, фальшивые 3D-шные агони и прочие всякие дела. Он мне понравился намного больше. Почему я вспомнил «Пандемию»? Потому что там присутствует субъективная камера в шлеме главной героини, в её антибактериальном костюме. Ну и так далее. Вообще фильм любопытен для меня с точки зрения того, что там есть какой-то разбор того... То есть фильм про зомби, и там есть какое-то околонаучное объяснение про этих самых зомби. Как мне показалось, довольно реалистично в том смысле, что, наверное, так бы вот в такой ситуации. Ну, я не знаю, так ли, не так ли. Ну, как-то, в общем, очень близко к этому психологически действовали бы и технологически действовали бы те люди, которые столкнулись бы с такой проблемой. Вот. Фильм заплевали. Я знаю, на торрентах его совершенно заплевали. А мне он понравился. Потому что это такие приключения. Камеры там есть. А любопытная вещь, когда героиня снимает шлем с камерой, соответственно, кладет его куда-то, то мы видим и саму героиню, и там тех, кто попадает в кадр. То есть это вот такой обмен этой камерой и так далее. Потом этот шлем одевает дочка, и мы видим уже, так сказать, с точки зрения... Опять же, то есть это взгляд камеры, да, не взгляд героя. Здесь мы видим взгляд героя. У него как бы две камеры. И сделан специальный шлем, как вы знаете. Наверное, все видели и ролики. Все на свете уже посмотрели по этому поводу. Этот фильм вообще, он развивает ли прогресс в кинематографе? Ну, наверное, да, безусловно. С точки зрения технологий. Технологии продвигают прогресс в кино. Определенно продвигают. Но есть еще и такая, на мой взгляд, важная вещь, как сюжет, как игра актеров. И вот сюжет, ну, какая-то такая безумная банальность, на мой взгляд. Киборги, злодеи, альбинос. Я этого актера вообще не знаю. Какой-то там Никита Хренов. Вот, ничего мне не говорящий совершенно. Где он там, в каких-то рекламах вроде бы светился. Я ничего про это не знаю. Я русское телевидение не смотрю. Поэтому для меня эта фигура ничего не говорящая. Может, это как-то прикольно. То есть, я не знаю. Всем почему-то злодей нравится. Мне он не нравится. Злодей-альбинос, злодей-карлики. Ну, что за хрень собачья. То есть, какая-то я не знаю. Вот, я ожидал из этого фильма. Чего я ожидал? Из этого фильма я ожидал приколов, связанных с YouTube. Потому что в одном обзоре, я не помню кто, сказал, что там есть типа куча всяких намеков на каких-то YouTube персонажей, на блогеров. Я прям, вот, глаза протер до дыр, пытаюсь понять, где же эти намеки на этих блогеров. Может, вы мне подскажете, но я там ничего такого не увидел, честно вам скажу. Ну, может, просто это... Я не смотрю, конечно, всяких там Нефедовых, не знаю, кого еще, да. Может, это как-то Михалычи из странных. Может быть, это связано там с их жизнедеятельностью в YouTube, да. Ну, наверное, тогда, может быть, это смешно. Мне не показалось это смешным. Мне показалось, что актеры играют из рук вон плохо. Особенно западные актеры, которые приглашены были в роли таких свадебных вице-председателей. И, конечно, которые абсолютно не к месту. Я понимаю, зачем они приглашены. То есть, для того, чтобы в афише было написано там Тим Рот, Тим Хуёт и не знаю, кто еще, да. И, соответственно, публика бежала на них. То есть, поскольку фильм задуман как экспортный вариант все-таки, то, соответственно, понятно, что в этом смысле цель достигнута. Бекмамбетов, типа гений, таких вот проектов инновативных. То есть, там его какие-то секретари отсеивают, видимо, в сети какие-то такие инновации. Мы знаем там фильм, который полностью в Скайпе снят, хоррор. Фильм про чудовищ на Луне, который тоже экспериментальный в плане того, что стилизирован под мокументарь какой-то там. То есть, тоже там игра с камерами и так далее. А как эксперименты, как такие наброски, скетчи, да, это очень любопытно в этом смысле. Любопытная реакция людей. Но ни в одном из этих проектов, к сожалению, ничего не реализовано на сто процентов. То есть, отсутствует юмор. Практически полностью он отсутствует. В этом фильме какие-то его зачатки существуют, но они не смешные. Это выглядит как попытки каких-то подражателей Хованского шутить в стиле Хованского. Ну, или не знаю, что, да, вот какая-то такая третичность уже совсем. Ну, или я повторяю, что я, опять же, наверное, что-то не досек, не просек, потому что не тех блогеров смотрю. Ну, вот. Фильм является таким аттракционом. Ну, конечно, там отсылает к играм. Ну, опять же, как бы, вы можете других блогеров, другие обзоры посмотреть на эту тему. Мне это не показалось любопытным. Не управлять игрой – это уныло. А ты не управляешь, естественно, фильмом. Я думаю, что скоро тот же Биг Мамбетов снимет панорамное кино, да, и это будет очередной такой аттракцион. Я сразу вспомнил в связи, вообще, в связи с такими прогрессистскими шажками в кинематографе, я сразу вспоминаю так называемое стереокино советское. Или панорамное кино. На ВДНХ была такая цилиндрическая хрень, в которую ты заходишь. То есть, кинозал, в котором шло панорамное кино. То есть, оно шло со всех сторон, и там, ну, как бы, люди... Ты должен был наслаждаться, собственно, самим эффектом панорамы. Больше ничем. Фильмы были ужасные. Просто унылые, дренные, как бы, я не знаю, не выдерживающие никакой критики. Ну, окей, ну, вот ты увидел там, что можно вертеть головой вокруг себя и там видеть, что за твоей спиной что-то тоже происходит, по бокам происходит, все прекрасно. Точно такие же были так называемые 3D-фильмы советские, опять же, да, которые надо было смотреть в специальных очках, и которые, естественно, были известны так же. То есть, опять же, были кальки западной такой продукции. Но в этом случае это не калька чья-то, а взята там, честно, новая технология, GoPro, смонтирован специальный шлем, за что, как бы, спасибо создателям этого шлема. Наверное, это как-то куда-то что-то продвинет. Но с точки зрения сюжета это все то же унылое говно, которое крутили на ВДНХ в этом панорамном кинотеатре и, соответственно, что снимали в 3D в Советском Союзе. Вот двигала ли это как-то вперед технология? Ну, когда я ребенком посещал все эти аттракционы киношные тогдашние, то, безусловно, меня это как-то стимулировало к творчеству. Я размышляла, как бы я бы снял бы, вот если бы у меня были такие технологии. Ну, я думаю, любой человек, который приходил туда, он, наверное, думал то же самое, потому что он был неудовлетворен тем, что он увидел. Здесь абсолютно похожее чувство, чувство неудовлетворения и такой просерния. То есть, ну, ребята, у вас такие технологии, все сделано в этом смысле здорово. Но почему же вы, блин, поскупились на хороший сценарий? Почему не пригласили нормального сценариста, который написал бы вам сценарий со смешными скетчами? Чтобы, то есть, фильм лишен юмора, на мой взгляд, он лишен юмора все-таки, как и предыдущие бекмамбитовские проекты, он, на мой взгляд, мало чего стоит, да? Мы не говорим сейчас ни о каком-то реализме и прочей всякой фигне. Очевидно, что фильм очень далек от реализма как такового, хотя какая-то там претензия была, но такой... Ну, фильм-аттракцион. Фильм-аттракцион, о чем все сказано. Стоит ли его смотреть? А вы думаете сами, стоит ли его смотреть? Ну, если вы любите там какие-то русские горки, да, или там американские горки, как в России это называется, то, наверное, да, надо идти смотреть. Я аттракционы, в общем, не очень люблю, считаю их, не знаю, считаю, не считаю излишним, не излишним, хотя сказать, излишним чем-то, не знаю, нет, всему есть место в этом мире, и, безусловно, это же как-то продвигает куда-то чего-то, кинематограф, технологически, но не сюжетно. А кинематограф для меня это все-таки способ рассказывать историю хорошую, хорошую, только тот кинематограф чего-то стоит, который эту историю рассказывает хорошо. Вот и все. Я не стану смотреть фильм никогда второй раз, и, соответственно, я думаю, что через там уже там год, а может не знаю через сколько, да, и просто это то, что никто не вспомнит никогда уже. Ну, то есть как прецедент это останется в Википедии, что да, вот там первый фильм, который снят на такую камеру. Вот и все, что мы имеем в результате. Да, и как бы это успешный коммерческий проект. Это круто, конечно, это круто, что он успешный коммерческий проект. Ну, вот и все. Спасибо за внимание. Чао-чао, подписывайтесь на канал. С вами был Олег Мавраматин. Я делал этот обзор по вашей просьбе. Сам бы я его не сделал никогда.